Какой-то такой глубокий покой настал, то есть расслабление полное, словно все маски спали. Начал потеть, начало стучать в сердце, я не мог думать об этом упражнении. Периодически получался в момент погружаться, да, отстраняться от всего. Но в итоге очень пришлось, я не знаю, наверное, к девчонкам подходить проще, чем перешагнуть через этот шаг. Блядь, в улыбке расплылся, просто иду вот так вот, думаю, блядь, я охуенный, я красавчик. То состояние, как бы, в котором, ну, вообще так надо жить. Блядь, я понимал, что, ну, в смысле, я вообще все могу в этот момент. Вот, и это очень круто, я сам себя зауважал, и, ну, я буду понимать, что, блядь, я это сделал. Блядь, чувствуешь себя каким-то хуйным, спартанцем, воином, блядь. Ну, не знаю, вот это вот мужское пробуждается, это очень круто, такое, блядь, классное состояние. Блядь, просто не принадлежать, парни. Ребята, здорово, это Шамшурин. В этом видео обязательно посмотрите его, интересно, что люди говорят, прошедший мой тренинг практика, какие эмоции у них, посмотрите, послушайте вообще, как все меняет. Тут есть три основных момента. Во-первых, момент номер раз, что мужчины перестают чувствовать себя дискомфортно рядом с женщинами, пристают что-то лишнего дергаться, лишнего, там, не знаю, улыбаться, хихикать. Если им этого не хочется, если им не хочется быть милыми, там, вежливыми, какими угодно, они этого не делают. Значит, второй момент такой, что энергия, то есть, когда ты идешь по улице и чувствуешь, что женщины на тебя смотрят, потому что они, как бы, ощущают твою мужскую энергетику, это обязательно придет. И третий момент, ты увидишь здесь в видео несколько ребят, которые были без маек. Это не стандартная практика, которая происходит у нас на тренинге, просто они изъявили такое желание, и это доказывает в очередной раз то, что каким был, то есть, кто-то думает, вот я пойду накачаюсь, у меня будет пресс, там, у меня будут бабки, что-то там, не знаю, машина, и все изменится. То есть, там очень много ребят приходит, которые отлично выглядят, суперски. Ты сейчас увидишь нормальные, красивые мужские тела. У них там есть какие-то деньги, что-то еще. Ну, то есть, как показывает практика, проблемы одни и те же, они никуда не делись. То есть, они у всех одинаковые. Это вообще никак не решает проблемы с женщинами, все эти внешние атрибуты. Поэтому я предлагаю тебе прямо сейчас оставить заявку на практику с 15 по 18 июля. Мини-группа, максимальное количество обратной связи. Впрыгивай, есть еще буквально пару мест. Ссылка под этим видео здесь внизу. И посмотри, какие эмоции у ребят. Кто сделал Юрина задание, кстати? И как Юрина задание? Кто не был отбежен? Послушайте, ребят, сейчас, может быть, вам полезно будет сделать задание. Может быть, кто-то тоже, кто еще будет рассказывать, кто-то тоже боялся, снялся. Я поделюсь, конечно. Давай. Я сделал задание. Меня после этого прямо переклинило, я хотел рассказать свою историю. Вот Вова мне говорил, что я хожу там в эфире, какие-то моменты. Я понял, что я вообще всю жизнь свою строил только ради того, чтобы понравиться баллы вообще. То есть, вообще все было на это настроено. И в бизнесе, например, и в карьере, и на свиданиях, и в сексе абсолютно. То есть, это вообще было не я, это не мужское было поведение, а было ебаным каблуком просто. Вот, ну, внешне, может, это не так, а внутри было именно таким образом. И у меня прям пришло осознание, что, ну, надо перестать притворяться, быть мужиком и чувствовать себя, и делать то, что ты хочешь. А как упражнение связано с этим? Меня вот так переклинило, вот, такой у меня результат. То есть, оно тебе дало это осознание, да? Не просто же так это произошло. Да, но мне дало это осознание, я почувствовался, ну, абсолютно совершенно другим человеком. Я перестал улыбаться, перестал выбиться. Ну, я начал себя чувствовать, ну, я улыбаюсь, но не то, что, ээээ, вот эту херня млит. и начал это делать когда когда тебе хочется потому что да да именно таким нравится на пошел девки на свидание на патриарх прудах зацепил и сразу я просто словил момент я и молчал я делать ну вел себя так как мне хотелось абсолютно и я увидел вот это все поведение свое она еще проскакивал проскакивал естественно вот что я зефирю вот и это видел но я в эту ситуацию почувствовал что ни одна самая красивая девка не имеет права она управляла тобой твоим поведением вот вот у меня пришло такое осознание и ну потому что мы все мужики и это в первую очередь и ты должен чувствовать себе мужика вот но я безумно страшно было можно снимать рубашку не но не мог думать об этом мне было безумно страшно как сейчас анастасия в итоге очень пришлось я не знаю девчонкам подходить проще чем перешагнуть из этот шаг сделать изначально да когда я зашел я становлюсь я думаю ну раз я решил то буду делать по полной программе смотрю и не знаю почувствовал себя какую-то силу которая никогда не было вот и просто смотрю на всех вот так просто туда нечто для меня было такое необычное я и стою дальше наблюдать за своим утренним состоянием и какой-то такой глубокий покой настал расслабление полное словно словно все маски спали пошел свидание пробовать проводить и улыбка моя дело она ушла когда она не нужна я не знаю стал словно собой спасибо я щас реально это понял а рождество вот короче ну я когда первый раз упражнение увидел вообще ну тренинги рассказывали о нем видео я думал если это просто невозможно сделать ну как бы мы с андрюхой тоже обсуждали это нереально просто вот на тренинги когда уже начали себя как раз вот и ну то есть на тренинге когда начал какие-то действия совершать вот и я понял что и это тоже возможно и сегодня утром еду думаю блять у меня принципиально важно именно в 1 спуститься в 1 зайти понять что никакой поддержки нету это вот сосну это моя одна из проблем что я везде ищу поляра хожу каких-то пацанов которые у со мной и вот не помню вчера говорил макс по моему про то что принципиально важно именно пойти в 1 бой и понимать что за твой спиной никого нету тебя никто не поддержит и вот я думал блять если я это не сделаю я просто не буду уважать а страх нарастает и вот вопрос про то что ну если ты сразу не сделал дальше страшнее хуже хуже начинаешь себя жрать блять мент стоял ну и то есть этот вопрос опять же о втором шансе то есть если первый шанс проебал ты думаешь сюда что у тебя будет еще один шанс блять ни хера это происходит но смысле какой-то жизнь вот и поэтому я очень это шанс да ну сейчас он по сути один одна девушка она тебя поразала прошла все да и больше не будет вот и поэтому нужно сразу делать вот и сейчас встал я сделал люди посмотрели кто-то прямо меня долго смотрел там прячься за женой сначала до мандраж трясло но потом я уже чувствую но подъезжают на станции меня прям растягивается улыбка такая юга ели сдерживаю мне хочется смеяться мне хочется угорать вот ну как я же должен блять такой жесткий весь меня стою то есть по инстингу если чтобы ну для себя хотя бы сыграть эту роль до конца до до вот выхожу из вагона блять улыбки расплылся просто иду вот так вот блять я я красавчик то состояние как бы которым могут который нужно приходить когда вообще так надо жить состоянии кто-то подходил девушкам после этого ну что надо было делать это подходить и выйти куда-то где их много там на те же паприки то есть убежиже это чувствует понимаешь они просто у так да да прям сразу магнитишь я не знаю как это работает но очень круто и я вообще шел тоже там по мосту по этим улицам блять я принимал что ну смысле я почти все могу в этот момент вот и это очень круто я сам себя зауважал и ну я буду понимать что блять я это сделал а вот если этот парень кто-то еще не сделал ну бля лучше сделать потом уедете будете себя жрать ну вот у меня так это работает поэтому обязательно сделайте это очень важно и кстати возвращаясь про поступки я это еще на том тренинг говорил что конце особенно я чувствую атмосферу такой ну внутренней воинственности то есть блять я почувствую себя мужиком то есть там мне как бы одну военке училась работать начал как вот этих поступков стало все меньше и меньше моей жизни то есть понятно работа переговоры еще что-то но ты как будто теряешь свое мужское комфорт возраст опять человек как бы успокаивается то есть и вот этих и уже молодости вещей нет вот а здесь ну я блять чувствуешь себя каким-то хуйным спартанцам воином блять ну не знаю мужское пробуждается это очень круто такое для классное состояние да и спасибо